Я уверен, что вы слышали не только о том, о том, о том, что вы сказали сейчас, но вы слышали заявления, повторно сделанных, от Лидерского НАТО, Лидерского Америка, Лидерского Франца, Лидерского Лидерского, Лидерского Лидерского. Они говорят одно и то же самое. Это не время для договоров. Украина должна победить на противоположном. Время, Россия должна стратисти на противоположном и только после этого, кондиции для договоров будут вредны. Я также уверен, что, как журналист, вы знаете, что в септембре прошлого года Зелинский получил договор, прохитивая никого в украинском государстве иметь никакие договоров с Россией. Федерации. И факт, что люди продолжают спрашивать нас, когда Россия будет готова для договоров, действительно, не дает кредит для людей, которые возникают эти проблемы, особенно в группе массового медиа. Это, действительно, не о Украине. Как вы говорили, это о новом оборудовании. В моем оборудовании, я дала аналисис о том, что происходит. Статемы, например, Столтенберг, который повторно сказал, что победа Россия будет создать существующую опасность для того, чтобы уничтожить в Украине. Прайм-министр Моровецкий, если я не ошибаюсь, он сказал, что если Россия уничтожит, то это будет уничтожение для того, чтобы уничтожить в Украине. Это очень понятно, что Россия думает о ситуации. Украина используется как обеспечивающий материал. И уничтожение России не позволяет ли уничтожить единственное событие в том, чтобы уничтожить внушение на свои предыдущие в том, чтобы уничтожить оборудование мира. Так что это просто так. И если все будет ограничено в уме некоторых людей, то, чтобы уничтожить внушение между Россией и Украиной. Первое, мы имели такие внушения в марте. Украинцы уничтожили, потому что американцы сказали, что это не право. Продолжайте бороться. И второе, это не будет решать ситуацию, потому что это не об этом с ручей-украинской конфликт. Это об этом северном, геополитическом борьбе для оборудования, для предприятия и для создания мультиполарной, полисцентрической оборудовании. Так что мы имеем много интересных событий и разведываний перед нами. Попробуйте смотреть. Спасибо.